Добрый день! Вот случилась со мной такая неожиданная, неприятная история. Где-то полтора года назад жена уронила телефон, дисплей треснул, ну там всё работало, тачскрин, изображение было, но она как-то стеснялась ходить на работу, там ездить в командировки зарубежные с таким некрасивым треснутым телефоном, и поэтому попросила меня купить дисплей, заменить. Я посмотрел, ну зачем покупать в России, если можно на Алиэкспрессе раза в два дешевле заказать. Причём там много продавцов, ну выбрал там, как мне казалось, оптимального по соотношению и цены, и отзывов, и количеству заказов, да, то есть всё там было нормально, какой-то nicer product. Заказал этот дисплей на Samsung A30, и в нём, соответственно, он шёл с рамкой уже, и в нормальные сроки мне прислали, обошлось мне это 2800 в 2022 году, в январе. Вот, пришёл этот дисплей, и дальше, так как жена всё время на работе, не было возможности сходить в какой-нибудь сервисный центр, отдать в ремонт, поэтому, ну, вызвал мастера с YouTube, у которого там 2000 уже заказов было, оценка там 496, пришёл он, собрал, виброотзов есть, дисплей не включается. Он всё это назад собрал, старый дисплей поставил треснутый, всё как бы работает. Ну, взял с меня просто типа 800 рублей, а не 1300 за вызов, и ушёл. Ну, в общем, я этот дисплей бесплатно отдал на Авито ещё одному мастеру, вот, тот тоже ковырялся там несколько часов у себя уже дома, в спокойной обстановке, но тоже он у него не заработал. Значит, пишу на Алиэкспресс, значит, вот, дескать, так и так не работает ваш дисплей, верните деньги. Они, значит, отвечают многочисленными знаками вопроса. Вот, я говорю, вот, в общем, так и так, заказал у вас, возвращайте деньги. Они говорят, когда заказали? Вот, ну, я написал им там в январе 22-го года, но вот сейчас, наверное, напишут, что уже сроки все истекли. То есть, реально, если вы что-то получаете, то обязательно проверяйте в течение двух недель, иначе у вас не будет возможности всё это вернуть. Вот, и, как правило, все эти дисплеи, они не ремонтно пригодны, вот, там какая-нибудь очень микроскопическая пайка, может быть, требоваться, либо там что-то там где-то закоротило, либо там несовместимость каких-нибудь прошивок, плат и так далее. Вот. Ну, и, говорят, ещё трескаются после замены все эти дисплеи, перегреваются и так далее. Вот. Поэтому, ну, а оригинальные дисплеи, они всё-таки дорогие. Надеюсь, ваш, мой опыт был вам полезен, поэтому старайтесь уменьшить риски. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.